приветствую пропало я немного знаю кузнецей тот занимался небольшой заказе пришел мне раскрывать стали немного в общем так подколымливал мало помалу вот и все это время думал еще сделать мне правы то есть ручки бритвам ну посмотрел я европейские варианты там все оправы произведены примерно вот такой древесины типа сопели причем даже не заполированы вот такие прям шершавые как после пилы ну думаю не буду я подаваться импортному направлению слишком она не доделано слишком грубо все сделано начал отталкиваться от своих каких-то вариантов и очень пришел я к тому выводу то есть не буду ничего придумывать не буду никакую древесину там типа зерикота устанавливать поставлены все-таки я рога и кости это и другое буйвол африканский наверное наверное так будет лучше сам не знаю что будет лучше что хуже в принципе могу историю запиливать ослепить примеру но я не знаю что вам нужно то есть поэтому делаю балды как говорится что я с клинками сделал еще вот сегодня это насечки мелко уже шлифанул сейчас легкая полировка будет и уже потратка вот это по насечками показываю елочка пшеница по моему она больше чем елка ну и тут вот вот так вот смотрю то есть еще вот тут насечку сделал знаю что есть особые любители что насечка влачу вот тут вот потому сделал ну и чтобы какой цене встречались ругодушки не так отличаются но что больше отличались ну что ж сейчас очень по мелочи еще дорабатываю травлю а там я покажу что после про траву появится пока все тоже работы с клинками полностью завершены ничего не забыл в отрасли насечки обработал то есть все все сделал давайте посмотрим что получилось по сути принципе конечно было все опять на грани на грани прям было вот как говорится на грани пола почему потому что уже все тонко было настолько сделано тоже латунь и все сделано на этой насечке настолько тонко все было сделано что уже травить было просто опасно слушаем то есть лепесток тоньше уже его просто некуда по насечкам вот так вот вот этот клиночек чуть не доигрался при потраве у него настолько тонкая вот именно вот это место вот тут вот что я думал что ему кердрик очень будет не думал нет в общем что помогло в этом моменте выжать клинку примеру как и многие вот другим клиникам это максимальная плотность стали как никогда то есть дамасскую сталь с такой плотностью больше найдете вообще нигде ну тут ширина лезвия естественно дает музу и еще один клиночек насечки насечка потрава вот что нам говорит кренок говорит что с ним все хорошо тоже сейчас буду рисовать оправы я рисую каждый раз оправы то есть у меня нет такого шаблона нет раньше я делал по шаблону допустим даже вот классику я делал нет никакой сейчас не найду классику шаблону как-то делал но вот для этих вариантов всех да и прочих вот которых сейчас делаю естественно отдельно рисую сейчас нарисую и наверное не буду сильно задумываться о материалах наверное буду делать вот из этих вот органических костей и рогов хотя принципе хотелось бы сделать вот что-то такое вот ну вот сопили почему сопили хотелось бы сделать потому что практично древесина настолько практично что просто я аналогов не смогу нет аналог есть зирикот тоже практичность максимально и бен практичные все остальное уже хоть и практично но не настолько максимально как это древесина вот такая вот тоже практичная но не ее настолько мало то есть одну оправку хватило вот такой такой бритвки даже не знаю она в цене взлетает конкретно уже деревяшка прям реально дорогая дороже всех вот этих вот делов и поэтому я даже не знаю сейчас обдумаю плохо когда не знаешь что нужно не нужно ли вообще вот так вот вот вообще ну я не знаю работа вот в этом моменте самую какая-то такая замороченная потому что реально каждый раз думаешь что делать и не понимаешь потому что вот допустим опять же взять давайте я опять начну сравниваться зарубежными вариантами вот у них акрил они задумываются сильно у них сапеле есть я видел еще как фигуре типа ореха все люди не задумываются ну ладно что я тут правда что сейчас обдумаю нарисую и начнем делать оправа если у нее успею что-то сделать что будет показать на видео покажу нет так нет по упаковке в принципе можно тупо воткнуть в чехлы кожаные и на этом постыть а можно сделать шкатулки из древесины какой-то интересный в принципе на чем вот уже попробовал поработать время не хватает конечно но все равно сделаю бритвы будет проще начать это сделать хочу опять сделать что-то такое неординарное красивое элегантное штучное и тому подобное хотелось бы конечно так ну опять же хотелось бы что это не валялось на складе стало кому-то нужным радостным приобретением вот как-то так что же день закончился на сегодня может что-то еще успеем может клинышки какие-то подогнать не факт конечно же но попробуем так вот вот такие вот варианты оправ бритв комод к этому клинку такая вот чтобы сегодня классику так прям тянет вот как бы не хотел отрулить а у меня классика почему-то напрашивается ну где резкости вот это рог черный к этой бритвке вот к этому тоже широкому клинку как я себя пересилил я не знаю вот такой вот такой вариант вот вот тоже из рога черного как-то пересилил дальше вот к этому клиночку с английской головкой и немецкими языковыми вот такая вот из кости белой кость конечно напрягает прям какие-то видимые какие-то типа трещинки что-ли вот тут идет я ее прям вот ломаю дуром прям она не ломается ну это надо так делать потому что если она сломается у пользователя это будет не нехорошо лучше пускай она у меня сломается но тут все крепко уже радует все и вот для вот бритвы видите то есть задняя часть будет вернее клинок будет вот так сюда заходить будет повторять практически то есть головку вот так вот как-то не тянет на сегодня за умные слова вот такие вот варианты за окном у нас вон гроза ливень но это только плюс на улицу не тянет никуда не тянет хочется сидеть тут и работать да в принципе все да я сегодня точно сегодня ничего путного не успею еще сделать вот говорю максимум клиночки там показать нечего будет вот с обзором работ все а еще ответ у меня сейчас вот минут 20 назад был звонок вот то есть я беру трубку как говорится алё-алё и первый вопрос сразу же такой почему то есть у меня бритвы вот из дамазской стали как бы дороговаты я говорю так возьмите попроще что-то вариант не казали прямо сразу дамасскую возьмите он из у 8 отличный вариант просто просто отличный нет вроде бы дамасскую хочется я говорю такой вот пожалуйста они у вас какие-то дорогие я говорю почему дорогие наберите в гугле примеры в поиске дамасские бритвы и лучше даже так вот купить дамасскую бритву все вы сами просто увидите разницу то что у меня допустим в среднем цена допустим где-то там 18 то за полноценную вполне такую нормальную бритву там просят от 60 до 130 тысяч то есть это у кого дорого то что если там в том же поиске вы найдете еще бритвы из дамасской стали которые будут стоить там 7000 там вот так вот в таких пределах но это не бритвы вы сами увидите если тем более вы вредите опасные бритвы вы сразу увидите что это не бритвы это ножи они реально просто ножи там с бритвой даже ничего рядом не валялось и если сохраните картинку и увеличите потом ее у себя на мониторе вы сразу поймете что там за дамаск его прям даже не вооруженным глазом даже не специалист увидит что он даже для ножа не подходит вот поэтому там и такие же бритвы есть на али есть и на ebay там везде я их встречаю эти бритвы на формах каких-то там и каких-то таких мелких на нормальных формах их вообще не видно потому что естественно там их запинают не просто тапками закидают запинают с такими вариантами вот что мне еще спросили что спросили еще да почему я не делаю лазерную гравировку на лезвию допустим там где-то еще лазером отвечаю у меня нет лазера у меня есть какой-то там слабенький такой который может вот здесь вот где-то что-то там нацарапать и то никогда не угадаешь насколько правильно он это сделает вот а полноценного лазера который тем более пишет на металле там у меня просто такого нет у меня нет таких средств сейчас чтобы его прикупить раньше надо было брать у меня раньше были средства на это дело но как бы и нужды не было вот а почему я не отнесу может быть у кого возникли допрос на лазер я уже отвечал на него как-то не отношу потому что я там уже не один раз стоптался я видел как их там кидают бросают как все это небрежно происходит как им по барабану на все эти штуковины как говорится если там вот ее бросить особенно вот которая вот по-моему вот эта самая тонкая да если ее так вот так просто на стол бросить можно просто отколоть с триода и все оно мне надо в общем по этим причинам вот я не пишу лазером хотя очень хочется но я посмотрел лазеры стоит там убитый весь от 300 тысяч начиная и уже более менее нормальные там 600 800 вот так вот в таких пределах вот то есть это не про это то есть если меня бритвы там так равномерно как-то продавались я бы плавненько накопил я все равно бы его приобрел и делал бы вам еще больше красоты но даже если меня сейчас вот просто лежали бы эти деньги я бы лазерный взял потому что для кого ну сделаю есть эту красоту да там можно двумя цветами может черным можно золотистым можем белым но для кого но вот поэтому я не пишу лазером и так шел второй день работ с бритвыми с теми же самыми бритвыми и теперь они полностью собраны и ожидают заточки хочу поделиться с вами тем что получилось получилось у нас вот что комментарии неуместны как говорят обычно по телеку вот так вот это все выглядит вот так вот с легким еще раз покажу защелкиванием то есть оттуда уже ее не вынешь ну как бы не выпадет она то есть не вынешь ну-ка опа вторая бритвка ручка также кость натуральная так тоже защелкивание работает все защелкнулся отщелкнулся отщелкнулся до травления и после так вот захотелось мне показалось так лучше это два третья из натурального рога будет того же черный цвет без прожилок потому что прожилками мне не понравилось если когда вот здесь есть провилки светлые в этом месте рог мягче где черные там жестче из того что эта гулянка происходит то рог постоянно куда-то хочет извернуться где-то отщепериться отщепнуться как-то вот так вот поэтому лучше уж монотонный он более и более устойчивый стабильный правильно сказать что у нас резко закругляет как о все скруглено ничего не царапается закруглять вот эти места не стал я знаю что как ими бывает удобно около горла подбревать именно этим краешком так что думаю как говорится думаю о вас и еще одна бритовка также из черного рога вот можно рассмотреть что и как единственно что осталось у меня на следующий день это заточка я сегодня и во первых просто не смогу физически нормально сделать потому что на уставшие руки не стоит этим заниматься а во-вторых по времени легкий защелка вот так вот вот результат моих работ ну как все еще покажет конечно за . но уж не первый день занимаюсь надеюсь у меня никаких всяков там не выскочит заранее как вы подгадываю чтобы они не выскочили делаю так чтобы этого не происходило но все же бывает такое что там за . где-то чуть-чуть уже чуть-чуть шире бывает вот тут вот как ни крути что делать как говорится ладно показал что получилось не знаю что это показывать уже заточном состоянии может быть даже стоит может нет я сам пока не знаю я пока я размышляю на тем как них упаковать то есть в чехлы кожаные просто воткнуть и все и не заморачиваться или сделать шкатулки индивидуальные неповторимые особенные всякими инкрустациями и прочими прочими вот хочу сделать вертикальные шкатулки попробовать принципе мысля такая есть все больше мне сказать нечего приятно было повидаться всего доброго до свидания